10.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. Первый день в Германии глава государства завершил встречи с немецкими предпринимателями. Во время делового ужина Хасымжумар Токаев рассказал о преимуществах ведения бизнеса в Казахстане и заслушал информацию о проектах, которые предложено реализовать на территории нашей страны. О результатах работы известно нашему корреспонденту Ивану Тулинову. Он следит за официальным визитом главы государства в ФРГ. Привлечь как можно больше немецких компаний в экономику Казахстана. Такова цель президента страны Хасымжумар Токаева. Так как с германским бизнесом придут новые технологии, капитал, откроются новые рабочие места. О преимуществах ведения предпринимательства в Казахстане бизнесмены услышали лично от главы государства во время делового ужина. Казахстан работает над улучшением стандартов, законодательных условий и поднятием их до уровня стран ОСР. Мы хотим быть полноправным участником этой организации и мы преследуем европейские ценности как в политическом, так и экономическом контексте. Во встрече участвуют ведущие компании Германии. С некоторыми из них глава государства встретился лично. Одно из предприятий реализует сельскохозяйственную технику и обеспечивает ее сервисное обслуживание. Клаос Групп уже работает в Казахстане. Компания планирует открыть новое предприятие по выпуску своей техники в северном регионе страны. Наша стратегия состоит в том, чтобы диверсифицировать инвестиции, которые поступают из многих стран. Мы хотим сделать Германию главным стратегическим партнером с точки зрения инвестиций. Президент сам участвует в переговорах и отмечает, что Казахстан оберен развивать сотрудничество не только с крупными, но и средними компаниями. Мы работаем 27 лет на рынке Казахстана. Президент во время встречи сказал, что очень важно развивать агропромышленный комплекс, в частности, модернизировать машинный парк. Мы семейное предприятие, которое на протяжении 106 лет производит сельскохозяйственную технику, тракторы и комбайны. И мы хотели бы участвовать в развитии казахстанского сельского хозяйства. Немецкие бизнесмены проявляют заинтересованность во многих экономических сферах, в том числе и промышленности. Сейчас немецкие бизнесмены ведут переговоры с компанией «Казмунайгаз» о строительстве в Женаузене газоперерабатывающего завода. Эта же компания в 2013 году на базе ArcelorMittal запустила производство технического газа, инвестировав в проект почти 100 миллионов евро. Переговоры с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франком Вальтером Штанмайером прошли на высоком уровне. Уверен, они придадут новый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Открыть совместное производство комплектующих для автомобилестроения, промышленности и космонавтики также предлагают германские предприниматели. Гендиректор Schaffler Group Клаус Розенфельд рассказал о производственных и инвестиционных возможностях своей компании. «Что касается автомобилестроения, в нашей стране уже представлена компания «Шкода». Теперь намерена прийти и «Фольксваген». До этого мы осуществляли только сборку. У компании есть планы производить автомобильные компоненты и запчасти». На встрече с генеральным директором Симмонс Хейлсинерс Бернт Монтак представил главе государства проект строительства в Казахстане онкологического центра на принципах ГЧП. Также компания предлагает совместно производить медицинское оборудование, в частности аппарат для лечения и профилактики патологии органов дыхания. В Казахстане создаются конкурентные преимущества и инвестиционный климат, который должен заинтересовать большинство предпринимателей. В рейтинге «Легкость ведения бизнеса» страна занимает 25 место, что на три позиции уступает Германии. Впрочем, во время ужина предприниматели проявили заинтересованность в работе с Казахстаном. Кто-то намерен усилить сотрудничество, а кто-то рассматривает страну в качестве нового партнера. В Нур-Султане с 2018 года открыт наш офис по сбыту насосных установок. Условия в Казахстане приемлемы для немецких инвесторов. Мы предполагаем, что те вещи, которые трудно экспортировать в вашу страну, защитные колодки, рамочные вещи, мы будем производить в Казахстане в будущем. Казахстанская делегация уедет из Берлина не с пустыми руками. По итогам работы планируется подписание солидного пакета документов. В рамках официальной визиты главы государства в Германию подписано 30 документов на общую сумму 2,4 миллиарда долларов, которые охватывают различные отрасли, такие как переработка газа, машиностроение газа. Многие из них являются взаимосвязаны между собой и производят продукцию с высокой добавленной стоимостью. Как президент Казахстана я сделаю все возможное для продолжения экономического партнерства между Казахстаном и Германией, для диверсификации нашей промышленности. Германия – стратегический партнер Казахстана, и мы намерены предложить все условия для успешных инвестиций в Казахстан. Инфраструктура, льготные условия налогообложения и многое другое. Я лично буду мониторить этот процесс. Подобные контакты, по мнению главы государства, должны поддерживаться регулярно. Касымжумар Токаев предложил организовать казахстанско-германский бизнес-форум в будущем году, по случаю предстоящего визита федерального канцлера Ангела Меркель в Казахстан. Иван Тулинов, Мербек Изимов, Асхат Азаритханов. Из Берлина. Во время визита в Германию президент Казахстана сделал заявление об Украине. Касымжумар Токаев отметил, что урегулирование ситуации на востоке этой страны должно происходить в нормандском формате. Глава государства подчеркнул, что Казахстан также готов выступить посредником и предоставить площадку для решения проблемы. Наш первый президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на территории Казахстана. Но, конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины должна прежде всего решаться в нормандском формате. Мы знаем, что 9 декабря заседание нормандского формата, нормандской четверки, состоится в Париже. Мы желаем успехов, потому что с Украиной нас связывают традиционные узы дружбы, сотрудничества. Мы с большой симпатией относимся к украинскому народу. Считаем, что этот народ достоин спокойной, благополучной жизни. Международный комитет Красного Хреста приветствует возвращение казахстанских. Президент этой гуманитарной организации Петер Маурер направил письмо к Асамжумарту Тукаеву в связи с успешным проведением операции по возвращению 14 наших детей из Ирака. Отметив, цитата, Развивая успех операции ЖУСАН, Казахстан служит примером всему миру в решении этой сложной задачи. Маурер также подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия Казахстана и Красного Креста в вопросах репатриации и реинтеграции, воссоединения семей и психологической поддержки лиц, вернувшихся из зон конфликтов. По его словам, комитет готов поддержать усилия правительства нашей страны и продолжить обмен мнениями по этому вопросу. В частности, предлагается организовать в Нур-Султане или Алматы встречу с представителями других стран региона, сталкивающихся со схожей проблемой. В целях обмена опытом по этой сложной теме говорится в письме. В эти минуты во Дворце независимости проходит республиканская конференция, посвященная 25-летию маслехатов. Участвуют в ней депутаты всех уровней, представители администрации президента и члены правительства. Коллега Индира Тихжанова на прямой связи с нами. Индира, какие вопросы обсуждают на этой встрече? Они должны принимать самое активное участие... Да, Растан, действительно, на юбилейную конференцию собрались депутаты маслехатов со всех регионов страны. Проводится она очень масштабно с участием парламентариев, председателей Сената Дориги Назарбаевой. Говорят в основном о роли маслехата как выборного органа, его полномочиях и дальнейших перспективах, разумеется. Наверняка будут сегодня поставлены какие-то задачи, но об этом, наверное, чуть-чуть позже. За 25 лет действительно проведена огромная работа. За эти годы менялись законы, расширялись полномочия маслехатов. И сегодня депутаты вполне серьезно могут влиять на жизнь какого-то отдельного региона или же города, возможно, даже района. Без их участия ни в одной области не будет принят ни один важный закон, ни один важный документ, будь то, допустим, формирование бюджета, региональных программ, ни один генеральный план или же какой-то отдельный план застройки также не будет принят без одобрения депутатов маслехатов. И, по сути, вот такие полномочия позволяют им где-то даже корректировать работу госорганов, тех же акиматов. А вот как это происходит, на самом деле, вот мы побеседовали и узнали у депутата столичного маслехата Зинулы Шипкенова. Предлагаю послушать. Я хочу сказать, что полномочия маслехатов очень сильно расширилась. Во-первых, это все акимы утверждаются, вы знаете, на маслехате. А раз если утверждаются на маслехате, они отчитываются перед маслехатом. Вы знаете, что раз у нас столица Нур-Султан, то проблем здесь выше крыш, если так сказать. Взять, например, мой округ, 10-й округ, если я коснемся его, это окраины. Хотя я, знаете, всегда выступаю, что окраины в столичном городе не должно быть. Должно быть что правым, что левым берегом, везде одинаково. Но если посмотреть поселок Индрес, поселок Кирпичный, поселок Илинка, Коктал, интернациональные, которые присоединились в последнее время, там проблем очень много. Естественно, не хватает финансовых средств. Растана, я добавлю, что сегодня здесь состоится также награждение. Отметят самых активных депутатов, которые внесли значительный вклад в развитие своего родного города, либо же области. Но вот о том, какие задачи будут сегодня поставлены, расскажу, наверное, уже в ближайших эфирах. На этом у меня все. Передаю эфир вам. Будем ждать свежих новостей. Напомню, Диротик Жанова заинформирует, что в эти минуты во Дворце Независимости проходит республиканская конференция, посвященная 25-летию Маслехата. Метель, гололед, порывистый ветер. На большей части республики сегодня сохранится неустойчивый характер погоды. По прогнозам Каз-Гидромет на севере, востоке и юге страны пройдут осадки в виде дождя и снега. В Жамбылской области, где на днях зацвели одуванчики и проснулись пчелы, днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до нуля, местами до трех морозов. В северо-казахстанской, Акморинской, восточно-казахстанской областях сила ветра может достигать 30 метров в секунду. Аналогичная ситуация и в столице. Сегодня и завтра в Нур-Султане метель, также гололед. В связи с ухудшением погодных условий, сразу в семи регионах страны с вечера закрыли автотрассы. По данным онлайн-карты Казахавтодор, по-прежнему запрещен выезд для всех видов транспорта на участке дороги Самара-Шимкент от поселка Карабутак до Иргиза, а также по маршруту поселок Дон-Карабутак. В других регионах выезжать за пределы постов уже разрешено. Спасатели просят водителей заранее корректировать свои маршруты и в непогоду лучше отказаться от дальних поездок. Тем временем в Уральске начнут выпускать картонную упаковку. Проект реализует турецкий инвестор. Компания экспортирует по миру 150 тысяч тонн данной продукции. Заключен меморандум о сотрудничестве. Разработан пятилетний план инвестиционной программы. Выпускаемый товар будет поставляться не только на местный рынок, но и отправляться за рубеж. Показали, как мы, начиная от разработки проектов специальных гофрокартонных упаковок, доходим в итоге до в течение пяти лет производства самого гофрокартона уже на территории Западной Азербайджанской области. Потенциал есть, потребность очень высокая, логистически удобно будет расположена производство здесь, в Западной Азербайджанской области. Но и перспектива работы от базы в городе Уральск, в целом в Российской Федерации и на страны в Восточной Европе. Сегодня есть необходимость в Казахстане как гофропродукции, так и в новых технологиях. Инвестировать в казахстанский рынок гофротары предварительно мы планируем 40 миллионов долларов. Министерская встреча организации стран-экспортеров нефти прошла успешно. Участники пришли к взаимному соглашению и договорились снизить объемы добычи черного золота. Об этом заявил министр Саудовской Аравии принц Абдальзиз Ибн Салман. Он добавил, что все условия сделки будут обсуждаться сегодня на заседании в формате ОПЕК+. Заседание пройдет в столице Австрии. К эфиру присоединяется деловой обозреватель Сабина Балашкина. Сабина, какие еще предложения были озвучены членами ОПЕК? Мониторинговый комитет ОПЕК+, рекомендовал в первом квартале следующего года дополнительно сократить добычу на 500 тысяч баррелей в день. Экспортерам нефти еще предстоит обсудить этот вопрос. Если договоренности все-таки будут достигнуты, то между странами распределят соответствующие квоты. И к другим темам. Авиабилеты в Казахстане по внутренним маршрутам стали дешевле на 12%. В связи с этим в аэропортах страны увеличился пассажиропоток. Запуск первого отечественного лоукостера положительно повлиял на рынок авиаперевозок. Здоровая конкуренция привела к тому, что тарифы на авиабилеты стали постепенно снижаться. Однако в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития добиваются, чтобы перелеты в нашей республике стали еще более доступными. К слову, воздушным гаваням, которые находятся в государственной собственности, поручили снизить стоимость топлива до среднерыночного уровня. Поскольку именно цена горючего отражается на итоговых тарифах. В Казахстане утвердили республиканский бюджет на ближайшие три года и определили самый низкий оклад, а также пенсию. Согласно документу, с 1 января минимальная заработная плата останется на прежнем уровне и составит 42,5 тысячи тенге. Размер государственной базовой пенсионной выплаты вырастет почти до 17 тысяч. Наименьший размер пенсии установлен 38 636 тенге. Один месячный расчетный показатель составит 2651 тенге. А вот прожиточный минимум поднимется до 31 183 тенге. У казахстанских производителей соли появился новый конкурент. Управляющий директор иранской компании Али Рустами сообщил о первой поставке этого продукта в Россию. По его словам, фирма планирует ежемесячно отправлять в Российскую Федерацию до 5000 тонн соли. Стоит отметить, что Казахстан обеспечивает данной пищевой продукцией почти 90% внутреннего рынка, а остальное экспортирует в том числе и в соседнюю Россию. Исламская республика же только на 13% снабжает свой рынок, как ее еще называют белым золотом. Спрос на IPO Сауди Армака вдвое превысил предложение. Первичное размещение акций арабского нефтяного гиганта вызвало поразительную активность будущих покупателей. Такой вывод озвучили финансовые консультанты международного агентства. За участие на бирже инвесторы готовы отдать больше 50 миллиардов долларов. Буквально две недели назад эта сумма составляла только 17 миллиардов. Стоимость одной акции компании приблизительно 9 долларов. А вот базовая цена пакета, который будет размещен на первом этапе, составит почти 26 миллиардов. А вот капитал всей компании на сегодняшний день оценивается в 1 триллион 700 миллиардов в американской валюте. Евросоюз запретил использовать на своей территории криптовалюты, к которым в частности относится Libra, разработанная корпорацией Facebook. Цифровую систему допустят только после надзорной проверки. И пока всевозможные риски не будут устранены, криптовалюту не запустят на рынок европейских стран. Такое решение было принято на заседании Совета ЕС на уровне министров по экономике и финансам. Ряд стран-членов ЕС, такие как Франция, Германия и Мальта, представили национальные законопроекты, регулирующие криптовалюты. Но большинство из нас согласны с рекомендацией европейских надзорных органов о том, что рынки криптовалюты выходят за рамки границ и нам нужны общеевропейские стандарты. И в завершении информации с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних торгов курс доллара составил 385 тенге 57 тинов. За минувшие сутки американец подешевел почти на 2 тенге. Это был весь экономический обзор. Всем удачного дня. Спасибо. Это были дела и новости от Сабина Балашкиной. Больше 1 миллиарда 870 миллионов долларов направит Зеленый климатический фонд ООН на сокращение выбросов парниковых газов. План работы организации рассмотрели на международном семинаре в южнокорейском городе Инчон. Там находится штаб-квартира этой структуры и казахстан сотрудничает с Зеленым климатическим фондом уже 3 года. Совместно с ЕБРР фонд инвестировал зеленые проекты 557 миллионов долларов. На эти средства в Караганинской области запущена солнечная электростанция мощностью 40 мегаватт. Также предоставлен кредит на 16 миллионов 700 тысяч долларов на строительство солнечной электростанции в поселке Жангистобе в Восточно-Казахстанской области. Всего же планируется реализовать в нашей стране порядка 11 проектов по возобновляемым источникам энергии. Их общая мощность составит 330 мегаватт. Объекты ВИЭ позволят сократить выбросы вредных веществ в Казахстане почти на 13 миллионов тонн. В 2019 мы имеем 124 одобренных проекта на общую сумму 5 миллиардов 600 миллионов долларов и 95 аккредитованных организаций по всему миру. Биораспадающийся пластик. Наверное слышали о таком. Необходимая штука в нашем мире. Журнал Scientific American в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом опубликовал список лучших новейших технологий уходящего года. Об этом и не только в программе Междустрок. Субтитры создавал DimaTorzok Издание The Guardian опубликовало статью, в которой пытаются разобраться, что добытые либористами документы говорят о системе британского здравоохранения и ценах на лекарства. Автор статьи Деннис Кэмпбелл для начала приводит слова лидера лейбористской партии Британии. Он утверждает, что из полученных его партии официальных документов следует, что США хотят обсудить национальную систему здравоохранения Англии на торговых переговорах после Брексита. По мнению Корбина, документы опровергают уверение Бориса Джонсона в том, что речи о системе здравоохранения на переговорах не будет. Автор статьи подчеркивает, Джонсон неоднократно отрицал всякую вероятность приватизации национальной системы. Такую позицию он озвучил сразу после вступления в должность премьер-министра и ранее в ходе дебатов. Цены на лекарства в Великобритании одни из самых низких в Европе. Одна из главных тому причин существования Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи, созданного лейбористским правительством Тони Блэра в 1999 году. По сути, это ведомство определяет, на какие лекарства пойдут деньги налогоплательщиков Англии и Уэльса, объясняет автор. В статье утверждается, что администрация Трампа и фармацевтическое лобби США добиваются, чтобы британское правительство отменило меры предосторожности, оберегающие национальную систему здравоохранения от высоких цен на лекарств. Чтобы получить, другими словами, равный доступ к рынку для лекарств американского производства, цены которых почти в два раза выше британских, заключает Гардиан. Журнал Scientific American в сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом опубликовал список лучших новейших технологий уходящего года. Подборка составлялась на основе мнений ведущих экспертов в области технологий. В список вошли усовершенствованные растворители и ферменты, превращающие древесные отходы в более качественный биораспадающийся пластик. Польза от изобретения колоссальная, настаивает автор, учитывая, что по данным Всемирного экономического форума, только в 2014 году промышленным способом было произведено 311 миллионов метрических тонн пластика. И по ожиданиям к 2050 году эта цифра может утроиться. Растворители и ферменты могут частично избавить нас от этих проблем и приблизить к поставленной цели – безотходной экономике, пишет издание. Вошли в список технологических находок 2019-го и роботы-друзья, помогающие людям. Издание рассказывает о 47-дюймовом, человекоподобном роботе по имени Пеппер, который распознает лица и основные человеческие эмоции и участвует в разговорах через сенсорный экран, расположенный у него в груди. Около 15 тысяч таких Пепперсов по всему миру служат регистраторами в отелях, обслуживают клиентов в аэропорту, помогают с покупками и оформляют заказы фастфуда. В копилку разработок уходящего года по версии издания вошли также крошечные линзы, которые позволят управлять светом и защищать глаза. Металинза состоит из плоской поверхности, тоньше микрона, которая покрыта массивом наноразмерных объектов. Когда падающий свет попадает на эти элементы, многие из их свойств меняются, включая поляризацию, интенсивность, фазу и направление распространения. Делится подробностями источник. Scientific American рассказал об еще одной новинке в совместном телеприсутствии, при котором собеседники, находящиеся на дальних расстояниях, могут чувствовать присутствие друг друга физически. Это стало возможным после того, как технологии дополненной и виртуальной реальности стали доступными для широкого распространения. Нужен ли Барселоне Эрмитаж? Задается вопросом испанское издание «Левангарди». Спустя семь лет после того, как частные инвесторы проявили интерес к открытию филиала Петербургского Эрмитажа в Барселоне. Автор статьи Микель Малина объясняет, вопрос об открытии такого филиала в Испании – один из многих возможных, и в случае отказа Барселоны в качестве площадки будут рассмотрены другие города. Однако инициатива вызывает определенные сомнения в муниципальном правительстве Барселоны. В течение нескольких лет будущее проекта было туманно, что не вызывало симпатии у горожан. Сложившуюся ситуацию автор объясняет отсутствием открытого диалога между сторонами. В первую очередь муниципалитет не устраивает выбранное для филиала место – труднодоступный участок порта, расположенный рядом с отелем, а также то, что для музея будет выстроено абсолютно новое здание по проекту архитектора Тойо Ито. Пишет автор и объясняет, что таких прецедентов с недостроенными новыми зданиями в Барселоне, которые сегодня так и не используются, предостаточно. Именно поэтому городской совет Барселоны предпочел бы, чтобы проект Петербургского музея рассматривал использование свободного, уже построенного здания, находящегося в государственной собственности. Порт Барселоны одобрил позицию правительства. В продолжении событий в мире. Один человек погиб при взрыве на нефтепроводе в нигерийском Лагосе. По словам очевидцев, после мощного хлопка столб черного дыма, поднимавшегося над жилым районом, был виден за километры. Пожарные долгое время не могли приблизиться к месту аварии, пока нефтяная компания не перекрыла подачу топлива. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Отмечу, подобные инциденты в Нигерии не редкость. Государство, одно из крупнейших стран-экспортеров углеводородов в Африке, специалисты почитали, что в среднем подобные инциденты происходят 3-4 раза в год. Тем временем, по меньшей мере, 58 мигрантов погибли после того, как их лодка затонула у побережья Мавритании. Прибывшим на место крушения спасателям удалось обнаружить живыми 74 человека. Сообщается, что лодка с вынужденными переселенцами направлялась в сторону Испании. Сейчас спасенные беженцы находятся в одной из больниц Мавритании. Местные власти уже начали работать над вопросом их возвращения на родину. В Индии подожгли женщину, которая шла на заседание суда по делу об изнасиловании. Жалобу в отделении полиции она подала еще в марте, утверждая, что ранее под дулом пистолета над ней надругались. После этого ее обидчика задержали, но позже подозреваемого отпустили под залог. Все это время шло следствие и решение по данному делу суд должен был принять накануне. Однако пострадавшая так и не дошла до суда. По дороге на нее напала группа мужчин из пяти человек, включая обвиняемого. Они облили девушку керосином и подожгли. От полученных травм женщина скончалась, все нападавшие задержаны. Новый удар стихии в США. В Калифорнии наводнения и оползни буквально сметают все на своем пути. Большая вода затопила пять жилых домов. Из-за непогоды были закрыты школы, не функционировали и госучреждения. Движение на главных автомагистралях перекрыто. Национальная метеорологическая служба сообщила, что в разных частях штата уже выпало от 15 до 30 сантиметров осадков. Прогнозы синоптиков неутешительны. Дожди будут продолжаться еще как минимум несколько дней. Полтора миллиона человек вышли на протесты в ряде городов Франции из-за пенсионной реформы. Президент Эммануэль Макрон намерен отменить 42 специальных режима, позволяющих выходить на заслуженный отдых раньше и иметь другие льготы. Также глава государства хочет изменить принцип расчета размера пенсий. Вместо учета 25 лет с самой высокой зарплатой предлагается учитывать средний заработок в течение всей трудовой жизни. Самый спорный и острый вопрос в пенсионной реформе это возраст. Его оставляют без изменений. 62 года. Но вот если гражданин захочет полную выплату, ему придется работать еще дольше. Будущие пенсионеры, особенно госслужащие, опасаются, что власти хотят урезать их кровные. На митинги вышли железнодорожники, учителя, адвокаты и врачи. По словам полицейских, большая часть манифестантов вела себя мирно. Но были и те, кто провоцировал стражей порядка. Чтобы успокоить толпу, правоохранители применили слезоточивый газ. Перенесемся в Казахстан из-за ухудшения погодных условий. В Карагандинской области произошло более 20 ДТП за сутки. А в Атараусской области спасли 10 рыбаков, которые оказались в 15 километрах от побережья Каспийского моря. Об этом и не только в хронике происшествий. Из окна 12 этажа одного из бизнес-центров Алматы выпал и разбился насмерть 48-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Назначены необходимые экспертизы. В Жизказгане скончалась 8-летняя девочка. Накануне в соцсетях появилась информация, что ребенок умер от кишечной инфекции. Со слов родителей, третиклассница почувствовала себя плохо после приема пищи. Ночью девочку госпитализировали с предварительным диагнозом острый аппендицит, который не подтвердился. Ребенку стало хуже. С подозрением на менингококковую инфекцию пациентку перевели в отделение реанимации. Но, несмотря на усилия медиков, утром она скончалась. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза и служебное расследование. Проводилось в течение этого времени консилиум врачебный, где предварительно поставлен диагноз негококковая инфекция. По данному случаю, пока идет предварительное рассмотрение данного вопроса, нами уже проведены ряд профилактических мероприятий с целью предотвращения возможных рисков осложнений среди контактов. 24 человека обследованы на контакте по классу. 14 медицинских работников тоже обследованы на сегодняшний день. В Атараусской области спасли десятерых рыбаков. Из-за погодных условий мужчины оказались на льду в 15 километрах от побережья Каспийского моря. В операции по вызволению участвовали сотрудники ДЧС, полицейские и местные исполнительные органы. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась. В Исатайском районе, в 25 километрах от села Забуру, на льду оказались рыбаки в количестве 10 человек, которые из-за погодных условий не смогли вернуться обратно на берег. На поисково-спасательные работы выехали 17 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. За сутки на дорогах Карагандинской области из-за плохих погодных условий произошло 4 ДТП. В них пострадали 7 человек. В черте города Караганды зарегистрировано 2 аварии, а также более 20 мелких происшествий без пострадавших. Полицейские просят граждан быть более внимательными на дорогах. Соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие требования, правила дорожного движения. Пешеходам также быть внимательными при переходе проезжей части. И необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге. Троих жителей Уральска арестовали за долги по штрафам. За решеткой они проведут от 3 до 5 суток. Всего с начала года к административной ответственности привлекли около 30 человек. 20 из которых временно лишили свободы. В черном списке у полицейских еще десятки тысяч должников. Чаще всего уральцы не оплачивают штрафы за распитие алкогольных напитков и курение в общественных местах. На сегодняшний день в производстве судебных и частных судебных исполнителей находятся более 30 тысяч исполнительных производств государства, которые не исполняют решения суда, которые потенциально могут быть привлечены к такой же административной ответственности. С начала года в Акмолинской области зарегистрировано порядка 900 случаев пожара. Рост по сравнению с прошлым годом составил больше 10%. Как отметили представители ДЧС, увеличилось и число возгораний в отопительный сезон. По их словам, в большинстве случаев ЧП происходит из-за неисправных систем печного отопления и забитых дымоходов. Спасатели совместно с местными исполнительными органами провели масштабную профилактическую работу. Было обследовано порядка 60 тысяч жилых домов. Многодетные и малообеспеченные семьи пожарные обеспечили датчиками угарного газа. Всего с начала отопительного сезона было установлено более 1 тысячи анализаторов дыма. Практически в каждом третьем доме имеются нарушения правил пожарной безопасности, связанные с неисправностью печного отопления либо с электрической проводкой. Но самосознание граждан на территории области у нас из года в год повышается. И эти нарушения люди стараются устранить прямо на месте. При сотруднике никаких шарфных санкций в отношении жилого сектора мы не применяем. Еще больше новостей из регионов на страницах газет. Татьяна Ковалева вычитала самые заметные статьи и готова рассказать о самом интересном. Да, Рыстан. В Восточном Казахстане взяли под усиленную охрану хвойные насаждения, а тем временем Аким Павлодарской области призвал разобраться с бесхозными животными на дорогах. Все подробности через несколько секунд. В Восточном Казахстане взяли под усиленную охрану хвойные насаждения. На всех основных трассах области патрулируют дежурные отряды. Проверки проводят и в местах розничной торговли. Главная цель – предотвратить случай браконьерства, которое за последние годы в регионе выросло в разы. Об этом пишут на страницах газеты «Мой город». Но чтобы не омрачать праздничную атмосферу, в качестве альтернативы жителям предлагают приобретать еловые лапки. Для заготовки лапок ели необходимо обратиться в коммунальные учреждения лесного хозяйства. Там желающим выпишут лесорубочный билет, после чего можно будет произвести оплату. Но все же исключение в приобретении лесных красавиц сделали для организации, подающих заявки через областной Акимат. И вот комментарий из инспекции зданию. Отпуск новогодних елок возможен только для проведения праздников в населенных пунктах, детских дошкольных учреждениях, школах. Предоставление ели проводится по заявке Акима области с согласованием в комитете лесного хозяйства. Разобраться с бесхозными животными на дорогах призвал Аким по Владарской области. По данным департамента полиции, с начала года на путях сообщения сотрудники обнаружили более 4,5 тысяч голов домашнего скота. Об этом пишут на страницах газеты «Павлодар Ньюз». Проблему животных на дорогах, из-за чего постоянно происходят аварии, подняли во время заседания в областном Акимате. По данным департамента полиции, с начала года в регионе бесхозный сход стал участником 41-го дорожно-транспортного происшествия. Из-за последнего ДТП, столкновения с лошадью, дети остались сиротами. Как отметил руководитель областного филиала Казов Тажола Акалбек Кобылдин, с этой проблемой оператор уже не раз обращался в департамент полиции и к Акимам районов. И вот его цитата изданию. Мы сейчас тоже не сидим сложа руки. Отрабатываем по инновационным технологиям. Нашли, что есть приборы. Вдоль дорог ставятся столбы, которые отпугивают животных путем передачи микросигналов. Чаще всего скот гуляет на трассах возле Турт-Кудука, Байконыса, Баянауле и Актогайском районе. Байконурец больше трех лет хоронил в своей квартире 600 граммов тротила. Об этом сообщает Казалардинская областная интернет-газета «Казаларда-Ньюз», ссылаясь на прокуратуру комплекса «Байконур». В квартире у 46-летнего местного жителя находились три тротиловые шашки, которые несли опасность для его жизни и окружающих. Боеприпасы со всеми мерами предосторожности изъяли сотрудники правоохранительных органов, а в отношении самого человека, хранившего их, возбуждено уголовное дело. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Ход расследования контролируется прокуратурой комплекса. И вот отличная новость из Карагандинского зоопарка. Пеликан, которого спасли волонтеры, чувствует себя уже намного лучше. Об этом пишут настралистник. На момент поступления у птицы было сломано крыло, а клюв был в крови. Работники зоопарка сообщают, что его либо кто-то ранил, либо он повредился сам. На данный момент здоровье пеликана улучшается. И вот что они рассказали изданию. Теперь у нас в зоопарке появился новый житель. Кудрявый пеликан занесен в Красную книгу. Этот вид числится под статусом уязвимый. Пока мы держим его в отдельной клетке на карантине. Его надо сначала вылечить, а потом уже подсаживать к другим птицам. В нашем зоопарке уже есть пеликаны и кудрявые, и розовые. Здоровье нашего нового друга поправляется, он уже стал хорошо кушать. Когда заведем на него все документы, обязательно придумаем кличку. На этом у меня все. Арестан, тебе слово. Как говорится, берегите природу и животных. Спасибо. Татьяна Ковалева была с обзором региональной прессы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 7-8 декабря в Нур-Султане пройдет четвертый чемпионат мира по кюкюшенкай карате. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 54 стран мира. Казахстан на домашнем первенстве представят 30 бойцов. Новости спорта далее. В матче 15-го тура чемпионата Англии Арсенал встретился с Брайтоном. Встреча прошла на стадионе Эмирейтс и завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. Первый мяч на счету защитника Брайтона Адама Уэбстера на 36-й минуте. В начале второго тайма форвард хозяев поля Александр Ля Казет сравнял счет с передачей Мисута Азила. Победу чайкам принес форвард Ниль Мапе, отличившийся на 80-й минуте. Таким образом канониры набрали 19 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. А Брайтон расположился на 13-м. Лондонский клуб продлил серию без побед во всех турнирах до 9 матчей. Это худший результат за последние 42 года. Вратарь Бориса Эдди Паскуали дисквалифицирован на один матч решением спортивно-дисциплинарного комитета. Кроме этого канадский вратарь должен оплатить штраф в размере 600 тысяч тенге. В матче с Йокеритом во втором периоде он жестко ударил соперника. Таким образом Паскуали пропустит ближайшую игру Бориса в Сочи 7 декабря. Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, известный в интернете как Солт Бэй, сообщил, что готов подраться с чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Нусрет является специальным гостем турнира GFC 20, который проходит в Узбекистане. Шеф известен своей любовью о работе с мясом, но идею сделать отбивные из именитых бойцов высказал впервые. Сами чемпионы пока не прокомментировали вызов повара. Макгрегор, Хабиб, кто угодно, я готов. Я очень уважаю их, но однажды, если они вызовут меня, я готов драться. Интеграция культурная через стихи и прозу. В Ереване представили на суд читателя уникальную антологию. Впервые произведения казахских авторов переведены на армянский язык. Идея родилась в творческих кругах этой страны среди писателей и сотрудников Института литературы при Академии наук около 10 лет назад. И воплотилась в жизнь благодаря программе Рухани Жангару и, безусловно, упорству сплоченной творческой команды литературных переводчиков. Интересом к проекту армянский поэт Гагик Давтян обязан дружбе со своим казахстанским коллегой по литературному цеху Бахаджаном Конопьяновым. Их встреча состоялась в далеком 1985 году. А результат их работы – пример самой важной интеграции – культурной. Мы познакомились на Всесоюзном молодежном фестивале во Владивостоке. Мы обменялись стихами. Бахаджан перевел и опубликовал мои стихи в Казахстане. Я тоже перевел и опубликовал его труды у нас в литературной газете. И позже, когда ехал на международный фестиваль поэзии в Нур-Султан, я издал книгу Бахаджана. Семь его стихотворений, переведенных мною, вошли в антологию. Литература сближает страны и народы. На языке Уванеса Туманяна и Хачатуры Абувяна заговорили великие классики и мэтры литературы. Абай Кунанбаев, Шакарим, Макжан Жумабаев, Ильяс Жанцугуров, Жанблжабаев, Мукахали Мукатаев, Таир Жароков и многие другие. Итог долгой и кропотливой работы переводчиков длиною в несколько лет антология вобрала в себя более ста произведений писателей и поэтов Казахстана. Литературные критики обеих стран назвали этот труд уникальным, так как в новейшей истории он первый, и многие авторы впервые переведены на армянский. У нас есть большая задача исследовать копчако-армянские рукописи. Копчаки – наши предки. Если переводить с армянского языка сохранившуюся информацию о копчаках, то мы видим, что корень дружбы наших народов уходит вглубь веков. Но это не будет просто переиздание. Мы туда еще и добавим стихи, слова назидания, может быть и другие произведения Абая Кунанбаева и литературовические статьи, критику. Любой культурный проект – это прежде всего культурный мост между двумя народами. Это всегда попытка, наверное, любого народа показать себя широкому миру. Мы будем и в дальнейшем делать такие попытки наведения мостов, наиволе понятных для общества Армении и Казахстана, и взаимно обогащая друг друга опытом жизни, своим культурным наследием. И, наверное, это будет нам помогать строить наше будущее. Кстати, в сборник крупными буквами впечатан и девиз армяно-казахстанской дружбы. Это подчеркнули дипломаты. По их словам, эпиграф кантологии, взятый из известного стихотворения Олжаса Сулейменова «Разлив. Возвысить степень, унижая горы», наполнил этот литературный труд особенным смыслом. Лаура Жасубекова, Тигран Галстян, Давид Атаян, Хабар-24, Армения. Помните ансамбль, который своей музыкой, как писали в интернете тогда, напомнил европейскому служителю о завоеваниях монгольских властителей? И, судя по комментариям, мороз пробежал по коже европейцев. Так вот, тот самый известный этно-фольклорный ансамбль «Туран» отметил свой 10-летний юбилей «Культ-вояж» на Хабар-24. Грандиозный концерт в честь 90-летия народной артистки СССР Биби Гульту Легеновой прошел в Театре «Астана-Опера». Праздничный вечер собрал многочисленных поклонников легенды оперной сцены. Единственная в мире певица, которая в своем возрасте поет на оперной сцене и исполняет оперные арии. Это уникальное явление. Но это, конечно, как говорится, Бог дал такой талант и такое долгое творческое долголетие. Обладательницу восхитительного лирика колораторного сопрано Биби Гульту Легенову поздравили ее ученики, уже известные оперные певцы Жанат Бактай, Салтанат Ахметова, Медед Чутабаев, Азамат Жильтеркозов, Дина Хамзина и другие солисты театра «Астана-Опера». Специально к праздничному концерту из Италии приехал тенор, востребованный во всем мире Козимо Оресте. В этом году он стал обладателем гран-при конкурса Биби Гульту Легеновой. Биби Гульту Легенову знают во всем мире как обладательницу великолепного сопрано. Для меня большая честь стать в этом году победителем конкурса Биби Гульту Легеновой. В Италии это очень известный конкурс. Сегодня я буду петь на казахском, итальянском, произведениям Укана Тулебаева и Джузеппе Верди. Большим подарком столичной публике стало выступление самой Биби Гульту Легеновой. Легендарная певица поблагодарила своих поклонников и назвала себя счастливым человеком, посвятившим всю свою жизнь народу и сцене. Свой десятилетний юбилей отметил известный этнофольклорный ансамбль «Туран». Его музыканты завоевали любовь слушателей по всему миру. Свыше 600 сольных концертов ансамбля «Туран» прошли уже в более чем 70 странах. Звучание национальных инструментов, современная аранжировка и высокий уровень мастерства делают этот коллектив уникальным. Сегодня состоится один из наших самых масштабных концертов за эти 10 лет. Здесь, в Центральном концертном зале «Казахстан», у нас был концерт в 2014 году. За это время изменилась и программа, и уровень участников коллектива. Мы исполним сегодня свои авторские композиции, популярные народные кьюи. Покажем слушателям, насколько гармонично звучат национальные инструменты вместе с симфоническим оркестром. Ансамбль «Туран» исполнял свои авторские композиции в таких знаменитых залах, как «Карнеги Холл», «Кеннеди Центр», «Берлинский концерт-хаус» и «Кремлевский дворец». В составе коллектива талантливые музыканты Серик Нурмолдаев, Бауржанбек Муханбетов, Максат Медиубек, Иржигит Алиев и Жантуда Дабаев. Вместе с ними на сцене Центрального концертного зала выступили симфонический оркестр, столичный филармонии, Государственный театр «Астана Мюзикл» и артисты Казахской национальной академии хореографии. В столице отметили День культуры Эмиратов. Мероприятие прошло в Национальном музее Республики Казахстан и было организовано посольством Объединенных Арабских Эмиратов совместно с Шаржинским институтом культурного наследия. В ходе празднования вниманию гостей был продемонстрирован весь колорит данной страны. В первую очередь мы бы хотели выразить огромную благодарность вашей стране за предоставленную возможность проведения данного культурного мероприятия, посвященного Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов. Наша задача – организовать работу так, чтобы построить культурный мост между двумя странами. Ведь для того, чтобы наши отношения были крепкими, мы должны изучать культуру друг друга, углубляться в это, стараться понять традиции наших стран. Также мы хотим, чтобы все люди на планете всегда были в поиске, открывали для себя новые страны, культуры, языки. Ведь мы все – пазлы этого огромного мира. Самобытные традиции арабского мира – фольклорные танцы, национальная кухня и декоративно-прикладное искусство. По словам организаторов, основная цель, которая перед ними стояла, это всестороннее знакомство гостей с Объединенными Арабскими Эмиратами. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 6 декабря в Театре Астана Опера пройдет показ спектакля «Турандот». 7 декабря на малой сцене Театра имени Лермонтова состоится постановка «Малые супружеские злодеяния». 7 декабря труппом Мангестаусского областного театра «Кукол» даст постановку «Танамсыс балалар». И в завершении еще одна культурная информация. Молодежный театр «Жастар» презентовал пьесу «Нарта Укель». Постановка приурочена ко дню рождения известного казахского писателя Абиша Кекельбаева. Сегодня мастеру литературной прозы и общественному деятелю могло бы исполниться 80 лет. Отмечу, что премьера инсценировки «Нарта Укель» состоялась еще три года назад. Творческий коллектив озаглавил новым именем героический дастан Абулайхан. В спектакле ярко отображены вековые надежды и чаяния казахского народа, которые передаются зрителям через образ Абулая. Картина имела большой успех и даже завоевала награду за лучшее режиссерское решение в исторической тематике, а также за лучшую мужскую роль. И вот зрители столицы вновь могут насладиться этой пьесой. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok